Всем привет! Добро пожаловать на мой канал и на мою кухню. Сегодня я покажу вам, как я делаю компот из лишней на зиму. Как делаю эту заготовку. И это будет вариант для ленивых, для тех, у кого совершенно нет времени. И в принципе с этим рецептом вообще отпадает вся необходимость как-то очень долго возиться на кухне. Я об этом рецепте узнала еще в студенческие годы, еще до своего замужества. И таким образом компот закрывала мама моего мужа. Так же она делает и по сей день. На тот момент я не сразу приняла этот рецепт, потому что мы в своей семье делали гораздо больше манипуляций. Сначала варили сироп, потом заливали ягоды уже в банках. Несколько раз туда-сюда сливали, опять кипятили, заливали. В общем очень много телодвижений. Именно из-за этого как-то я не очень любила делать компот. Мне казалось, что ягоду лучше заморозить, проще заморозить и потом уже зимой сварить компот в любое удобное время. Но подобным способом, который я покажу вам сегодня, очень быстро, легко и просто переработать ягоду, уложить ее в банки и отправить на хранение в подвал. И поверьте, хранится такая заготовка в прохладном месте будет отлично всю зиму. Это проверено годами и не только на моем опыте. Итак, приступаем. Нам потребуется отборная вишня без бочков, моем ее и складываем в банки. Я заполняю банки примерно на 1 четвертую, может быть на 1 треть. Расчет такой, на 2 стакана вишни, 1 стакан сахара. В 1,5 литровой банке именно так я и засыпаю 2 стакана вишни и 1 стакан сахара. Музыка Отдельно на плите в кастрюле кипятим воду. Я здесь не измеряю точно, сколько там у меня, примерно на то количество банок, которые мы будем делать. Доводим ее до кипения и кипящей водой заливаем содержимое банки. И, кстати, крышки я тоже отдельно скипячу, чтобы они тоже были стерильными. Дальше мы наши банки закатываем. А уже после приступаем к интересной манипуляции. Катаем банку с помощью кухонного полотенца. И делаем мы это до полного растворения сахара. А дальше все как обычно. Я убираю банки, переворачиваю, ставлю их на крышку, накрываю сверху чем-то теплым, каким-то одеялом и оставляю так до утра. А уже утром убираю банки на длительное хранение. И всю зиму наслаждаемся вкусным, ароматным, вишневым компотом, который, кстати, очень любят у нас в семье. И вот теперь вы сами воочию могли убедиться, насколько все просто и быстро. Этот компот получается концентрированным, поэтому перед употреблением его можно развести обычной водой. Таким образом регулировать его сладость по вашему вкусу. Благодарю вас за внимание. Обязательно увидимся в новых кулинарных роликах. Всем пока. До новых встреч на моем канале.